Освобождение города Шуша стало решающим моментом Второй Карабахской войны. 8 ноября 2020 года цитадель Карабаха вернулась под контроль Азербайджана. Хребет врага был сломлен, противник сдался. Отважная азербайджанская армия освободила город бесшумно, сбираясь на скалы практически в рукопашном бою, без использования артиллерии. Военный эксперт, бывший офицер армии США Джон Спенсер в новом выпуске проекта «Калибер» поделился результатами своих исследований, посвященных военной операции в Шуше. Каждому из солдат пришлось нести нелегкий груз через немалое расстояние. Это говорит о воле к победе и готовности дойти до врага и вступить с ним в бой даже на самой близкой дистанции, а не просто сидеть и ждать, пока окончится очередной обстрел. Это очень важно в условиях боя в городе. Наконец, скорость. Важен тайминг. Не опоздать и не поторопиться. Чем стремительнее операция, тем стремительнее победа. План Азербайджана был продуман до мельчайших деталей. Особо отметил военный эксперт, подчеркнув, что операция по освобождению города Шуша прошла молниеносно. Противник просто-напросто не успевал принимать решения, а когда реагировал, было уже поздно. Ночь, горы, плохая видимость. Группа просачивается, не вступая в бой, двигается между опорных пунктов врага, чтобы в нужном месте и в нужное время застать врага в расплох. Военная история знает много примеров успешной инфильтрации в тыл врага. Однако, много чего вам пришлось сделать и помимо этого. Например, город был отрезан, чтобы противник не подтягивал резервы. Азербайджанская армия продемонстрировала профессиональный уровень горно-стрелковой подготовки. Кроме того, наступление велось в тех направлениях, о которых противник даже не догадывался. Это также стало серьезным психологическим ударом по врагу. Отряды захватнических войск один за другим попадали в окружение. По мнению Джона Спенсера, поражение Армении в Шуше является показателем слабого командования и низкой боеспособности армии. Обороняющийся всегда имеет преимущество. А в условиях городского боя это преимущество очень сильно возрастает. А Шуша — это же просто крепость на скале. При грамотном планировании ее можно было бы оборонять даже очень небольшими силами. А в городских условиях довольно легко прятать как личный состав, так и серьезные средства поражения. Например, артиллерию. Здесь удобно делать засады, заставить противника застрять в такого рода боях. История имеет массу примеров. Неспроста же говорят, ваше количественное преимущество над обороняющимся противником должно быть как минимум пятикратным. А тут у противника был еще и контроль над ключевой высотой. Бывший офицер армии США Джон Спенсер назвал операцию азербайджанской армии в Шуше уникальной. Он уверен, что опыт Азербайджана во Второй Карабахской войне еще долго будет в фокусе внимания многих авторитетных военных экспертов и аналитиков.